Всем привет! Я решил записать видео о тех проблемах, которые я нашел. Началось все с того, что я полез под капот проверять, в чем могут быть проблемы, что из проводки может глючить и тому подобное. Первая проблема я нашел, что у меня плохо закреплен был расширительный бачок охлаждающей жидкости, и этот болт был недотянут. Но кроме того, он сочится из-под крышки. Не знаю, насколько это большая проблема, надо будет смотреть. Вообще крышка выглядит хорошо, на мой взгляд, крышка более-менее. Вторая проблема, и очень большая проблема, это то, что вот этот пучок проводов с датчиков со всего подряд от двигателя. Он был закреплен на хомутах к двигателю. По-моему, это неправильно. Он, видимо, должен был быть закреплен где-то здесь. И не касаться двигателя. Но он был закреплен к двигателю на хомутах пластиковых. Хомуты перетерлись. Из-за этого он лег на шкив водяной помпы. Вот сюда. Потерло приводной ремень помпы. И потерло сами провода. Вот здесь видно, да, жил перетерто. Третья проблема. Третья проблема. Силовой провод от аккумулятора. Я так понимаю, что к стартеру. Вот он. Здесь видно. Изоляция крошится. В прямом смысле. Из-за чего это... Извините. Из-за чего это произошло? Я не знаю. Первая мысль – возраст. Вторая мысль – напряжение. Сопротивление на клемме выросло. И из-за высокого сопротивления он перегрелся. Изоляция начала крошиться. Третья проблема – это воздушный фильтр. Короб воздушного фильтра. Его ухо раздробилось. Вибрация. И плохо закреплена. Надо будет что-то придумывать здесь. Дальше проблема. Я не знаю, что это какой-то вакуумный насос, у которого есть одно место, куда идет шланг. Куда можно одеть шланг. Слетевшего шланга я не нашел. Если кто знает, нужен быть здесь второй шланг или нет, то, пожалуйста, напишите в комментариях на ютубе или на драйве. Потому что один шланг вот идет, уходит туда. А второе место пустое. И я тут лазил-лазил, но я не нашел никакой трубки, которую можно было бы насадить. Вот, наверное, все основные проблемы. Еще из того, что нужно будет сделать, это промыть систему охлаждения чистым дистиллятом. Слить, промыть несколько раз и залить новый антифриз. И то же самое сделать с коробкой, но не с дистиллятом, а нормальным маслом. Коробка автомат, надо будет пролить ее, потому что цвет уже, конечно, черноватый. Хоть пробег 125 тысяч, но масло, наверное, не менялось в коробке никогда. Вот. Вот это вот жир, это нормально, это антикор обработка. Канадский антикор Crown. Вот, наверное, все проблемы, которые я нашел. Все.